Всем привет, с тобой твой друг Розе. Очередной обзор. Арбалет 74 уровня. Ребят, ваши все комментарии я читаю. Там, я хочу, 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 лука обзор, делай лазе на лука, пожалуйста, обзор, делай на десто обзор, хочу, хочу, нагладо обзор. Ребят, я все читаю, я все понимаю, но вы сами понимаете. Вот, люди хотят что-то рассказать, я с удовольствием выкладываю эти видео. Не хотят рассказывать, где я вам возьму эти обзоры. Перейдем к видео. Бабка в найках, играю на Барси третьем, играю с трансфера, на персонажа не так давно, месяц он в моих руках, впечатления ожидаемые, как в принципе и ожидалось. С чего начнем? Со шмота? Да, давай со шмота начнем. Кто шмоту на мне? МЖСЭТ, базилы седьмые, пре, все, средние, прям очень средние. Не, ну Фрайя, да, хороший, он там дает МП вроде бы. Ну, я и без него вообще не проседаю. У меня здесь даже получается на ХП стоит молитва. Все, на три никак не могу уточнить, уже трое в пятьдесят было, на три даже не заходит. Ну, я тоже очень много потратил, не могу. Уже и по одной пытался, и по десять штучек пытался, нифига. Ожерелье Баюма на снижение ни к чему оно мне вообще, но оно у меня есть. Сам факт. Ну, увеличение, все равно увеличение времени перезарядки. Ну да, я как бы хотел бы себе другое, но кольцо страсти, соответственно, на плюс восемь урона. Ничего такого сверхъестественного нету, вообще просто средний персонаж, прям средний для своего левела. Ну, донатишь? Раз в неделю я покупаю один пак, один. Это в основном было на Агатионов, трое Агатионов, у меня был трое на Фиол вчера, ничего не прокатило, не получилось. Ну, а твины есть? Твины нет, вообще играю без твинов, абсолютно. В одно окно, тамагочи, хрючево. Ну, ты ПВЕ? Сейчас, да. Играл долго на Дестере, в ПВП именно. Для чего он, в принципе, и нужен, Дестер. А что за клан, против кого? Против Пиплов, вот мы были. Они все на Эрике сейчас. Жду трансфера, чтобы вернуться к своим ребятам, играть с ними вместе. ПВП-сайт, да? Да, нет, как бы клан тоже активный очень, постоянно пул, но они сейчас тоже улетели нахрючить. Не помню конкретно куда, чтобы чисто раскачиваться. Не знаю, что будет на следующем трансфере, и как бы без разницы, куда они полетят, в любом случае полечу с ним. Присоседился к ПВЕ-клану, ни с кем не воюем, все в порядке. Парни молодцы. На Барсе третьем, да? Да, у нас кучка-могучка, вообще молодцы. Продали мне сегодня скилл, в два раза дешевле я его взял. То кто? Чем он рыночный был. Продал мне его один Айс, я не помню на каком месте. Парень просто молодец, сделал очень большую скидку. Не, ну у вас нормально, я слышал на Барсе первом, там вообще жопа, а это... Да, там жопа. Всех режут там. Ну, мы хотя бы играем вообще прям, у нас полный нейтралитет, мы никуда не лезем, ни в замки, ни на боссов, вообще никуда, у нас союз со всеми. Мы вот ребята играющие, просто хрючим, качаемся. Ну, это классно, когда ПВП-сайды соблюдают, ну, хотя бы какой-то закон, там ПВЕ, ПВП. Круто. Клан-лидер у нас молодец, он добился этого, изначально наслили, Лили Той, Лили Деору, вообще на межсерверах прям не давали качаться, но добились того, что у нас полный нейтралитет. Со своими правилами, соответственно, но нейтралитет соблюдается. Ну, это хорошо, что у вас глава хорошая, а то бывает просто, там винят просто, то что говорится не могут. Самая самая проблема арбы, это в том, что мимо пробегаешь, когда просто бежишь, и получается шарики бьют по персонажам. Кстати, это очень странно, это очень странно, почему у других масухи не цепляют, а вот шарики цепляют, вот странно. Вот я тоже мимо пробегал в Той, рубака заделал, взялся ли у меня. Да, особенно на острове тоже, если какой-то топ на арбалете, у меня там 3-4 шарика просто сносят. Такое. Так, просто там у меня вообще ничего сейчас не включено, прям вообще, просто там у меня получается вот так. О, а что лучше всего кидать, как бы, просто там? Ну, я вижу МТР. Я кидаю ловкость и мудрость у меня все. Ну, сейчас у меня то, что все на фулах, получается, мудрость и ловкость на фулах, я сейчас в проворство кидаю, чисто для теста. Выносливость, как бы, сильно смысла я не вижу, что оно мне даст, а так, скорость атаки в проворстве, ну и точность, соответственно, и в уклонении. Ну да, МТР урон скиллами, получается, и в проворстве. Да. Так, понятно. Урон у меня постоянно меняется от скиллов, видишь, он то падает, то поднимается. Угу, ну, 160 точность, да, точность, это такая тоже, без всего включенного. Крин тоже, то что, то 99 постоянно. Ну, шанс двойного хороший такой. Я до 100 все пытаюсь разогнать, очень дорогие колы. Угу. Хочу до 100, потому что отхил у меня именно от двойного урона идет. Так, урон от умений, да, вот еще. И сейчас 142, сейчас, если сработает проксима, то будет 152. Угу. На определенный момент, плюс 10 к скилл бусту, вот видишь, 152. Ну, 152, и ты нормально тут выносишь, слушай, очень хорошо. Ну, это вот благодаря еще одной массухе, как бы я и так стоял, я вообще не проседаю, то есть вот у меня как 900 банок стоит, так и стоит, они не тратятся абсолютно вообще. Ну, вот, допустим, вот здесь я тоже стою, как бы банки вообще не трачу. Ну, здесь мало мобов, но каждый моб дает, как бы, постоянно то краснуху, то афиол. Видишь? Дает зол, выбивал? Нет, я даже краснуху за все время игры, я со старта игры играю, я ни разу краснуху не выйдет. Странно. Салхимки тяну, как бы краснуху, но 3 шапки на МЖ выбил, в лесу зеркал, да, и все. И у меня еще, ну, на этом персонаже у меня с Салхимкой вообще проблемы прям жесткие. То ли от персонажа, то ли от аккаунта, это зависит, то есть у меня постоянно первый-второй слот, прям первый-второй слот постоянно. На желтом свечении? Да. Четвертый-пятый слот я вообще ни разу вообще не выбивал за месяц, а кручу я алхимку примерно по 10 раз, по 15 раз там за день бывает. А у меня был аккаунт до этого, я до Дестра еще у меня хрючего было, я играл на Орби. Одна краснуха и три синьки, я МЖ шею вытащил. Ммм, прикольно. А тут прям вообще ничего. Так, давай сразу по твоему этому арбалету фиолетовому. Здесь пробужденка на Проксиму, правильно? Да, пробужденка на Проксиму, это количество целей увеличивает. А, подожди, увеличит количество целей. А на сколько? Ну просто нажми на скилл посмотреть. Ну просили за даггера, но как бы за даггера я уже не могу рассказать. Ну получается, смотри, с трех до пяти пробужденка дает. Ну на пять, ну с трех, на пять, да? То есть если без пробужденной карты, то три цели получается. Ну все, то да. С пробужденным пять. И красные два скилла что дают, которые у тебя есть? Красные у нас дают побег. То есть в большем диапазоне я могу прыгнуть к своему соклану, либо в группе с человеком. Угу, просто написано в большем широком диапазоне, короче. Да. И еще один. Угу. И второй у нас аджор. Это вот именно при двойном уроне. Дабл выпадает, то восстанавливается хп и еще мп дополнительно. То есть хп оно и так восстанавливается, а пробудокарты дает восстановление мп. Короче, ну ты не нуждаешься в мп, это. Да, тут абсолютно неважно. Все, круто. Преобразить. А, что тут вот, вот здесь я не пытался вроде. Да. По картам именно по коллекциям у меня все выглядит вот так. Ну ты покажи в процентах просто потом. А, в процентах, ну вот так, допустим. Ну я вот выбил, получается, последний раз. У меня сейчас каждая красная карта дает мне вообще прям неплохой буст. Вот я выбил его последний раз. Вот он мне кто дал. Шанс двойного, шанс увеличения от оружия. Какие-то така. И сейчас любую карту даже взять, красную, которой у меня нет, то она будет прям очень-очень хороший буст давать. Прям очень. Ладно, на такие мы не заглядываемся. Давай такие посмотрим. Весь урон плюс два. Ну, вот любая карта вот так вот будет давать. По чуть-чуть, помаленьку, густа, 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 везде густа. Так, понятненько, понятненько. Так, дальше у нас фурагатион. По агатам у нас все вот так. Учимели, теменее. Здесь я три карты красных вкинул, и так она у меня не прокачалась. Нет, подожди. Я сюда одну карту, это я на другом аккаунте еще две карты вкинул. Ну ты красная. Сюда одна. Я делал Трайна Фиол здесь. Трайна Фиол был вчера. И у меня, получается, выпал еще один Закин, и я его скормил и не прокатил. Это получается, с какого, ну, с каким агатином прокатило, тот скилл она и забирает, да? Да, 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 да. Сейчас, видишь, у меня некого как бы скармливать. Жесть, мне тогда повезло. А по агатам так, у меня за последние две недели, получается, выпал Энкура. Закрыли мне коллекции. Не, ну у тебя хорошо, по агатам вообще хорошо, я вижу. Редкин. Я не знаю, что можно еще сейчас получить. Этого я не помню, можно нет вообще вытащить. Спака. Подожди, это вроде бы... Это Спака? А, Спака? Нет, это ж на праздники. А, ну вот получается, Спаков у меня и вытащить-то нечего. Буря крафтится. Ну да, это нереально. Это, ну то есть у меня, я недавно купил себе... Котю только вот эту. Котю, может, тебе повезет, Котю вытащить. А что он нам закроет? Он нам точность закроет. И сопротивление умений. А, я, кстати, на днях еще куплю себе. У меня не хватает, видишь, немного. Его? Да. Он тоже закроет еще плюс два урона, защиту закроет и сопротивление. Крутой, да, крутой агатион. А, ну вон, все закроет. А, это пробужденный. Ну, плюс два сопротивления, я пока не вижу, пока я крючил. Нету стандартных агатионов, вот он мне почему-то не выпадает. Хотя это стандартный агатион, он прям много. Мне самое важное от него, это шанс двойного урона, который я жду, чтобы замужил. Может, будет это карты на смену, можно поменять будет. Так, по коллекциям карты у меня... А, всего собрано, подожди, 52, я не туда посмотрел. 52%, нормально. Да, эти коллекции уже нигде не достать. Да. Мне повезло, что человек закрыл... Ну, в основном, как бы, закрыто тоже в основном все то, что нужно. Ничего лишнего, как бы. Закрывается всегда все, что нужно первое. То есть, можно разогнать там до 50%, закрыть максимальное хп, там, грузоподъемность. Вот все вот такие вот. Разокрывалось вот именно все. На урон, на все. Точность, урон. Нажми эффект коллекции, чтобы посмотреть по-редким. В основном, ловкость. Ловкость, мудрость, снижение, точность, весь урон, соответственно. Ну и тут уже, как получилось, шанс двойного урона совсем маленький. Еще можно закрывать и закрывать. Урон стихиями тоже, да? Да. Закрывать еще много-много чего можно это все, как бы, со временем все это делается. Некоторые не знают, что урон стихиями, если ты даже не бьешь, там, к примеру, у тебя нет скилла на тьму, то он просто, этот урон плюсуется, как обычный урон. Некоторые не знают этого. Урон вообще любой закрывается, когда есть... Если я выбил шмотку, и она там, допустим, у нас на плюс 4 в коллекцию зайдет, я ее лучше засуну в коллекцию, чем добавлю там на аукцион. Не, ну это же так же. В приоритете сначала колы, а потом все продажа. И с алхимки, соответственно, то же самое. Выбиваю какую-то зеленую шмотку, там, плюс 9, там, или плюс 7, там, зеленую, которая точится на плюс 4, и, соответственно, все идет в колу. Закрытые вот основные тоже все. Закрывать прям можно очень-очень много чего. Не, ну, аукцион, что у вас наукционе, как дела? Посиньте. Аукцион у нас. Ваша война на сервере. У нас и краснуха, как бы, не очень дорогая. Все, скупается. Посиньте. Сапоги Карлин, пишет 350. Перси, 2, 300. Раньше они по 7 тысяч стоили. Так, посиньте. У нас в основном синька стоит, это, 25, 23, вот такое вот оно бегает. У нас до 20 сейчас дошло. У вас дешево. То есть я в основном продаю шмот, это... Ну, цены неплохие, слушай, очень неплохие. Штанишки вот эти, ну, двадцатка, наверное. И оно все продается, вот как видишь. Оно все продается. Когда на сервере война, да, оно продается. Вот сегодня, получается, с утра я выбил 4 шмотки, они сразу же ушли. Ставлю по минималке, они выходят. Да, ребята, летите на тот сервер, где война. Потому что на сервере дияло, тут сейчас просто такой треш там. Так это ж наоборот, типа, время буста. Ну, время буста. То есть ты кручишь. Угу. Ну, смотри, вот просто у тебя сейчас на сервере война, и не заняты споты топсайдами. Топсайды заняли споты, плюс еще, и, короче, там есть такие неадекваты, которые даже без сейва от вины, ты убиваешь его от вина, он говорит, все, ты у меня в ЧС, я тебя буду лить, короче. Ну, такие там, есть там, разные. Еще маленькую рекламку вставь к нам в клан. Если кто-то смотрит с B3, требуются прям, очень-очень требуются активные ребята. Ну, как клан называется, а то я прочитаю неправильно. Аваки? Аваки. 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 Нужны активные ребята. Да. 70+, мы прям рады принять. Много людей, которые просто без клана ходят, крючат. Да. Мы готовы принять. Клан РБ, клан Олимп, ребята, заходите. Да. По клану Олимпу у нас все не так уж и плохо на самом деле. Так, ну покажи. Мы, как бы, нас очень мало, но мы в ветеранах. Хорошо. Ну, у нас очень мало. Нас ходит на Олимп 12-15 человек. Ну, слушай, неплохое, что вы до ветерана дошли. Не, ну мы же у вас сильные там ребята. Ну, у нас самый сильный из клана. Я, конечно, не знаю, что мне за это скажут, но я покажу. У нас самый сильный из клана. Это прям прокачанный, это Папай. Соответственно, хороший человек, прям очень хороший. Он у нас релит вообще все. Человек прям очень активный. Клан Лидер. Очень, тоже очень хороший человек. И, получается, некто, но мы его не так давно взяли, даже, наверное, после меня, да, тоже активный, донатит очень много, но он своеобразный человек. Я еще за него очень много ничего не знаю. Будет интересно, если к нам пойдут люди, ну, как бы прокачивать клан. Еще два месяца я вот прям бы топил за этот клан, чтобы он раскачивался. Так, по душам. Как у фри-игрока. Примерно такое. Их не так уж и много. А по коллекциям. 25. Подожди, плывет картинка. В основном сюда все в скилл буст. То есть я шанс дойного урона выиграл, прям, 6%. Но точность, весь урон, отсюда вот уже берется. Как бы основные это, ну, верхние вот это ты. Сейчас там я могу закрыть сопротивление, так, сопротивление уже в пвп, но мне оно ни к чему сейчас. Прям ни к чему. Я лучше либо кину вот сюда, следующую, сюда. Я плюс две точности поимею. Либо кину вот сюда. И поимею пробивание блока. Еще плюс 3%. Эти я закрываю редко по возможности, когда некуда кидать. То есть вот сейчас можно закрыть. Ну, 1-1 я как бы... Смотри, там где-то двойной урон, еще где-то вот шанс удержания. Какой-то кулачок вроде бы двойной урон там где-то идет. Я извини, не помню. Где-то еще двойной урон должен быть. Так, нормальный шанс. Оглушение саншанс. Ну, это все вот пвп в основном. Не, ну ты дальше, дальше. Просто нажми дальше. Дальше, в смысле, по уровням, да. А тут даже шанс двойного урона нет у него, в принципе. Так он добавляться будет или нет? Нет, они... Просто нажимаю. Давай сюда нажмем. Ничего не добавляет. Шанс удержания, да. Блин, ну где-то видел. Двойной. И вроде бы здесь. А, нет, здесь тоже нет двойного. А, есть тоже вот двойной урон. Если тоже ее прокачивать, еще 2% даст двойного. Ну, в основном, как бы, буст это будет сейчас не отсюда, а агатионы и классы, если в новые карты выпадать будут, то это прям будет... Не карты, карты это очень много. Если все синие закрыты, это очень много дает. Я вот вчера купил один пак. Получается, свежего ничего не выбил. Сделал тройнофиол и получил опять камень. Очередной. А покупал ежедневную помощь? Нет, еще нет. Вот думаю, либо стоит брать, либо нет. Типа здесь каждый день по 11 карт. Но, судя по всем вот этим акциям, которые я брал всегда, я их постоянно скупал, там за 1000, за 1500. Вот с этих будет постоянно зеленый. Прямо постоянно. Не, хотя бы она была тысячу, я даже взял бы. Но так, не знаю, такое. Ну, знаешь, было бы, помнишь, была акция, где вот здесь вот был прям героический класс там написано. Конечно. Я помню, три раза или два, или два раза такое было. Да, да, да. Вот было бы здесь героическое, я бы тогда взял. Здесь будет синька по-любому, как и здесь будет синька. Из душ, ну, может, там пару синих вытащу. Но остальное как бы... В основном я скупаю паки, ну, раз в неделю, там, один-два бывает. Беру вот чисто ради вот этого вот. Не, паки, они вкусные, да. Религия, можно всем, как бы, ну, чуть-чуть опыта, как бы. Ну, да, я их беру, чтобы создать там вот эту лоду и все. Не, ну, как, ла-2 в основном там человек 100 играет, а все остальное от вины. Ну, да, тоже верно. Как бы, как бы так. Ну, на нашем сервере мест 200, это половина Хрючева, половина ПВП. Я вообще, как бы, готовлю персонажа для более активной игры. То есть не для Хрючева, он мне как твин не нужен, типа он просто стоит, Хрючит. А вот, допустим, сегодня мне помогли при туплее купить скилл. Вот этот. Он стоит 5500, я его там взял в полтора раза дешевле. Я даже раздумывать не стал, задонатил, купил. Не, у нас цены на краснуху очень, как-то поднялись на сервере, вот синька упала. А, и вот, чтобы ты понимал, я сейчас давай отключу Проксиму. Проксиму? Насколько часто сраба? Я ее могу, то есть, сделать просто мне активной, да? Так, ее и вторая Масуха у нас синяя. Вот этот пронзающий выстрел. А вот он тоже есть. Вот я его тоже отключаю. И смотри, вот сейчас вот просто скилл, который я купил, как часто он срабатывает. Вот Масуха залетела. Вот опять залетела Масуха по пяти целям. Вот опять залетела Масуха. То есть, у него КД, сейчас посмотрим, 3 секунды. Это круто. То есть, каждые 3 секунды бьет Масуха по пяти целям. Она, видишь, она шарами собирает мобов, она же бьет по разным целям шарики. И тем самым они собираются в кучу, а Масухи уже бьют как раз вот эту вот кучу, которую... Вот видишь, я стою, шарики, оп, подманили, других подтащили. Хотя я стою на месте. Сейчас в планах, конечно же, конечно же, купить фокусировку обязательно. Следующий скилл. Я потратил очень много. Я тут не было, получается, клановских агротионов. Мне надо было закрывать коллекции. Я очень много потратил туда. Ну, я пока и не занимаюсь. Но, получается, все шары, когда ты в пвп, либо в босса, когда включаешь, они все в одну цель бьют. Я понял, я понял. Конечно, если бы продавал по 30 миллионов, я бы, конечно же, купил вот этот вот стил. Это буст шаров. Они становятся красными и бьют по площади. Ничего себе. Прям собирают намного больше модов. Ну, может, там после покупки как бы вот этого сундука, может, оно и будет. Ну, вот если после покупки вот этого за 45 миллионов, может, оно и будет. А здесь из того, что есть, вот это именно вот фокусировка. Остальное как бы это все жесткое пвп, ну, которое, в принципе, не нужно. А говорят, Линейдж умирает. Типа, наоборот, только сейчас раз это расцвел, как бы расцветает только. Да, мне кажется, такая игра, как она, но она не уйдет. Все равно люди будут играть в любом случае. Она мобильная. Это ее, как бы, бессмертие. Да, она мобильная. Сейчас вот выйдет там тоже что-то с этого проекта. Я не помню, как она называется. Трон и Либерти. Да, 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 да. Вот много кто, типа, хочет уйти туда. Я говорю, ребят, уходите, конечно, насколько вас хватит. Она не мобильная, она будет чисто для задротов ПКшных. Скиллы подешевеют, там мировой рынок выйдет, там все будет. Да, да, да. Скоро вообще будет все дешево, прям очень дешево. Скоро краснуха за 500 будет, вот увидишь. Да, да. Не, ну вот я мастера Чу раньше смотрел, как бы, говорил, что, типа, нужно никогда не буститесь в вещи, потому что это бесполезно. Коллекции и, ну да, коллекции. Буститесь в коллекции обычные. Ну вот я говорю, вот я продал шмотки, вот у меня кристаллы появились, я же закажу в коллекции и смотрю. Я сегодня, кстати, начал крайнюю коллекцию закрывать на две выносливости, вот. Видишь, вот есть у меня шмотка, допустим, 143. Я беру, покупаю. Все, оп, куда идет? В коллекцию идет. Следом смотрю, мне надо 170. Все, я жду, когда будет 170 кристаллов. И я плюс два выносливости заимею при этом. Не, у вас цены нормальные, вообще шикарные. Оно все продается, постоянно продается. Вот я стою, крючу там. Можно на топ там спотах стоять, я не знаю, ну, запретные врата там, и они выше, там, поле брони можно стоять, можно. А на кладбище как? На кладбище. Ну, сейчас с масухой не пробовал, можно, конечно, ну и проседаю. Без колец, без всего, вообще проседаю, мне кажется. А, нет на тьму, да? Да нет, нормально. Ну, это, чтобы ты понимал, у меня вообще ничего не заюзано. А, ну, у меня сайха заюзано только и все. Ни кулачки, ничего вообще. Ну, ты по статам для кладбища нормальный, ну, у тебя шикарные статы. У тебя статы даже выше, ты должен стоять по статам чисто. Я худоват чуть-чуть, на самом деле. Я той, первая комната, красную стою, вторую уже не стою. А вторая, той и два, я стою, такие простые споты. Ну, а вообще по синьке посчитать, для меня проще встать в той, в синюю комнату куда-нибудь, где стоит меньше народа, бить больше мобов, и при этом бить больше синьки. Ну, а кто и первый, как у тебя там? Ну, в красной комнате замер. Хотя, ну, просто не наш замер, просто, может сказать, если помнишь. Я не помню, можно глянуть просто. Вот еще одного, и вот чисто шарами, чисто шарами, то есть я просто бегу, я никого не бью. Так, ну, а в красной по замерам. Так, ну, две минуты, да? 0.11. Ну, прикольно. 5 миллионов. Ну, да, 5 миллионов Денки где-то. Видишь, проседаю красный, почему-то я не знаю, почему я проседаю. Да, из-за отравления, он же отравление эти кидает. Так, просто там основное, прям основное, то, что нужно арбалету, соответственно, это урон, точность, крит. Ну, мне пока достаточно, 99, и он, я не знаю, почему, у меня почему-то то 100, 99. Урон от оружия, на маленький, там с двойного, 79. Все-таки я думаю, что за два месяца я как-нибудь хотя бы до 85-ти расконю. Скорость атаки под Сайхой, так она у меня 195. Печати души у тебя какие? По печатям? 6-2. 4-3 было на 6-3, так и не зашло. Все жду. Здесь. Это самая больная тема для фриер аккаунт это Соскина. Да. Здесь так. Ну, все, короче, в среднем раскачано для моего уровня. То есть, ни меньше, ни больше. Крит. Слушай, шанс двойного. Величение урона от оружия, точность. Получается, все вроде бы ничего, но вот последнюю я не блочу. Я хочу накопить, чтобы у меня там, не знаю, 500 хотя бы было, чтобы можно было крутить. Они по 80 за штуку идут. Если... Я вот с горем пополам выкрутил зеленые ради точности и защиты в ПВЕ. Здесь так. Здесь вот так. Ну, как бы, знаешь, как у всех, в принципе. Здесь нету. Уже тоже троев было очень много. Все пытаюсь открыть, не получается. Я бы вообще на самом деле сейчас прокачивался дальше здесь ради вот этого. Ну, я тоже думаю об этом. Ну, я и качаюсь в этом направлении, но все по очереди. Два раза сходить на Олимп, на любой, если выиграть, то вот, считай, ты раскрутишь. Везде там, понемножку везде. Там и башня дерзости ты скупаешь, как бы. Да, да, да. И там, и остров пробуждения. И там дают, и там, и ты крафтишь. Сам урон, видишь? Нормально, крит проходит. Двойной проходит. Двойной очень много откусывает. Ну, он как бы персонаж под раскачением меня. Прям прилично. Тебе понравилось видео? Поставил лайк? Подписался на канал? С тобой твой друг Розе. Гостю? Спасибо, напиши в комментарии Всем пока.